Вы смотрите отзыв об отеле Танжан Краха, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Мокс, который был в нем в 2015 году. Отдыхали в этом отеле в январе 2015. Семья из трех человек, мама, папа и сын 7 лет. Кстати, это первая пятерка в Азии, где нам пришлось доплачивать за проживание ребенка такого возраста, выяснилось это только на стадии подтверждения трансфера из аэропорта. Отель расположен на северо-востоке острова, на территории геопарка. Стоит он крайне уединенный до цивилизации только на собаках. Немного раньше по дороге расположен Four Seasons, дальше стоит этот отель и все, конец острова. На всей пляжной кассе Танжан Квальготно раскинулся в одиночестве. Мы на весь период брали машину, поэтому нас удаленность отеля не смущала. До основной тусовочной улицы, южнее аэропорта или столицы Куаха 20-30 минут лизды. Если на такси, то 40-50 ринггит в одну сторону. Мы брали машину, новая Альмера, за 80 ринггит в день, не торгуясь и с полной страховкой. Так что выгода очевидна, а еще мы не хотели ужинать в отеле, потому как в свете кризиса дороговато, да и еда не впечатлила. Пляжная полоса очень широкая. Песочек чистый, беленький. Каждое утро его разравнивают техникой. В общем, пляж на 5 плюс. Вид потрясающий. Напротив расположены живописные острова. В определенные дни, расписание есть на ресепшене. Можно пройтись до этих островов по открывающейся песчаной дорожке. А вот само море нас не порадовало совсем. Не островное оно какое-то. Вода мутная, и то и дело висит фиолетовый флаг, сигнализирующий о наличии медуз в отельной акватории. На лежаках народа лежит достаточно, а в море – единицы. Зря мы тащили с собой маски, так что за морем, видимо, не сюда. Не пугайтесь, если пройдясь дальше по пляжу, вы обнаружите черный налет на песке и черную воду в полосе прибоя. Это отголоски расположенного по соседству черного пляжа, где песок содержит большое количество ильминита и турмалина, что и делает оттенок столь пугающим. Сам отель небольшой. Небольшой и пустынный. И при этом в состоянии законсервированного ремонта. Первое, что приходит на ум, оглядывая здание, это слово «замшелый». Какое-то все вокруг. Короче, именно «замшелое». Весь номерной фонд – это два полукруглые здания, расположенных вокруг очень уютного внутреннего дворика. Дворик очаровательный, тихий, заросший пальмами, с трудиком и внутренним бассейном с песчаным дном. В этом бассейне, правда, за все время не увидела ни одного человека. А в трудике, как водится, обитают жирненькие рыбехи и под помостом прячутся от полуденного зноя вараны. Так что, если вы увидите около пруда человека, стоящего на карачках и изогнувшегося вверх пятой точкой, то это определенно очередной желающий запечатлеть варанчиков. Мы видели троих. Василий Алибабаевич, его жена Зульфия и боевой друг Петька. Вернемся к зданиям. Одно из них полностью закрыто. Окна и балконы затянуты сеткой. Также закрыто и огорожено здание за работающим корпусом. Шума или каких-то других неудобств, связанных с ремонтом, мы не видели. Просто все закрыто. И, видимо, из-за этого в отеле достаточно пусто. Лежаков свободных куча. Даже на завтраке толпы нет. Нам понравилось. Бассейнов в отеле три, основной, во внутреннем дворе, который с песчаным дном, и только для взрослых. Все, конечно, кусаются в основном. На территории Адалдсонли я видела несколько раз по несколько человек. Основной бассейн сделан по типу естественного водоема. Дно не голубое, а как бы сливающееся по цвету с морем. Мне задумка не понравилась. Вода не прозрачная, а какая-то мутная. Если плывешь в очках, то вообще дальше рук ничего не видно. Да и без очков я пару раз резалась в ступеньки. Короче, интересно, красиво, но неудобно. Лежаков и зонтов достаточно, полотенца в свободном доступе в необходимом количестве. Еда меня оставила равнодушной. Завтраки понравятся тем, кто любит местную кухню. Тогда вам есть где развернуться и побаловать себя разным и вкусным. Муж на завтрак шел бодрым шагом, а если вы приверженец традиционного европейского шведского стола, то вы явно вернетесь без лишних килограмм. Все крайне однообразно и достаточно скудно для пятерки. Обед обычный, местная горячее пиццы-пасты. Причем горячее на обед только в ресторане «Сэнс». Ужин своим вниманием обошли, не впечатлившись завтраком и обедом. Еще немного напрягало непостоянскую блюд. Одно и то же в разных барах было разным на вкус и состав. Хотя может это местная фишка, так что по еде, так себе. Персонал безупречен. На ресепшене, в ресторанах, при уборке комнаты, везде одинаково вежливы и доброжелательны. Имели место два небольших инцидента. В первом случае я не успела вовремя выскочить из душа на звонок в дверь и показала поспешно вошедшему в номер малайзийскому мужчине всю русскую девичью красу в полный рост. Но пусть это будет инцидентом для него. А во второй раз, уйдя в бассейн и оставив на кровати чаевые, мы заскочили через час в номер и не обнаружили купюры. Хотя комната была еще не убрана. Подумали, может забрали и сейчас придут убирать. Больше класть не стали, но и горничные денежки явно не достались, так как вечером мы вернулись в убранный номер, но докладывать нам ничего не стали, видимо в наказание за жадность. Номер у нас был отличный. На 5 плюс. Все, что нужно, есть, включая кофеварку. Из недостатков, одна европейская розетка на весь номер. Пришлось покупать переходники. И напитки в холодильнике были неизменно теплые. Интернет в номере, пожалуй, на 3 градусов минусом и то только около входной двери, но нас при заселении об этом честно предупредили. Около баров и ресепшена скорость побыстрее, но все равно в лучшем случае на 4. Мы пользовались связью в ресторанах, в которых ужинали за пределами отеля. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин